Приветствую друзья! Сегодня речь пойдет про станок, который был спроектированный и построенный в 1989 году лауреатом премии фонда Джо Мартина, мастер года в области металлообработки Алланом Ингерселом. Этот прекрасный маленький фрезерный станок был одним из семи существующих экземпляров. Поскольку Аллану пришлось потратиться на изготовление шаблонов и изготовить фрезер именно таким, каким он хотел его видеть, он решил, что сможет окупить часть своего времени и затрат, сделав несколько экземпляров на продажу. Пример станка, который вы видите на экране, был личным станком Аллана и носил серийный номер 017, последняя цифра которого 7, указывает на то, что он был изготовлен в последний раз. Созданный для выполнения мелких и сложных работ, он имеет встроенные циферблатные индикаторы, крышки с Т-образными пазами для стола и очень прочную, хорошо продуманную конструкцию. Станок изготовлен из комбинации обработанных прутков и отливок из местного литейного цеха, для которого Аллан сам сделал деревянные шаблоны. Некоторые элементы, такие как крышка, шкива, были ловко сделаны из отдельных деталей, спаянных вместе с серебряным припоем. Эта аккуратная работа иллюстрирует еще один аспект мастера Аллана. По словам дарителя, Аллан всегда предпочитал двигатель постоянного тока с переменной скоростью вращения двигателем постоянного тока. Поэтому, хотя фрезер небольшой, он обладает большой мощностью, которая управляется блоком переменной скорости, собранным в домашних условиях из недорогого мостового выпрямителя и переменного трансформатора. В дополнение к приводу с переменной скоростью, фреза использует трехступенчатую клиноременную передачу, что позволяет использовать как очень высокие скорости для работы с крошечными фрезами, так и более медленные для летучей резки или использования больших концовых фрез или пазовых сферил. Сформированный в виде отливки с лебединой шеей, отсюда и соответствующие названия сигнет, Основной корпус крепится болтами к чугунной опорной плите, на передней поверхности которой обработаны отверстия для установки вертикальной головки. Вертикальное перемещение головки осуществляется с помощью стойки, которая управляется для обеспечения точной скорости подачи червячно-колесной передачей с рукояткой управления, выполненной в виде полного круга, расположенной на правой стороне колона. Огромный по длине для маленького станка стол имеет три Т-образных паза, которые закрываются при использовании расположенных по центру тисков для предотвращения скопления стружки и приводятся в движение маховиками расположенными с обоих концов. Для блокировки ходов стола используются аккуратно расположенные рычаги с накатанной головкой, а для удобства использования поперечный суппорт вынесен вперед на удлиненной штанге. В то время как большинство небольших фрезерных станков имеет довольно короткую опору и столь же ограниченный ход на сигнет, конструкция поперечного суппорта такова, что сзади его опорные крылья могут перемещаться мимо колонны для увеличения хода, а спереди винт подачи удерживается в продолжении опорной плиты, что дает некоторые движения перед тем, как стол коснется внутренней поверхности микрометрического циферблата хорошего размера. Также был изготовлен красивый деревянный блок для хранения цанг, фрезера и других инструментов. Он сохранился вместе со станком.